Приветствую всех, кто смотрит! В этом видео мы будем рассматривать некоторые функции любимого многими редактора Canva, касающиеся работы с изображениями. Если даже вы не перешли по любым причинам на Canva Pro, в бесплатной версии есть много полезных и интересных функций. Мы рассмотрим такие из них, как улучшение и увеличение изображения, удаление заднего фона и замену фона на картинке, добавление отражения к предмету на картинке. Все это мы будем делать при помощи приложений, встроенных в редактор Canva. И, что самое приятное, эти приложения абсолютно бесплатные. Итак, мы на главной странице редактора Canva. Для того, чтобы воспользоваться большим функционалом данного редактора, рекомендуется перейти на английский язык интерфейса. Делается это очень просто. Мы заходим в свой аккаунт, Settings или Настройки. Здесь выбираем вкладочку Language. И здесь переходим на английский язык. Но вы, конечно же, делаете так, как вам будет удобно. Возвращаемся на главную страничку. И дополнительные функции Canva реализованы при помощи приложений. Приложения мы можем найти на главной страничке в левом боковом меню, нажав на вкладочку Apps или приложения. Вот здесь они все появятся, разбиты по категориям. Либо же мы можем начать создавать дизайн, Create Design. Я выберу Custom Size, то есть свой размер. Пускай будет 1500 на 1500. И мы перемещаемся во вкладочку для редактирования. И здесь приложения, которые нам нужны, они тоже находятся во вкладке Apps. Нажмем на нее. Выбрать приложение мы можем просто перелистывая. И здесь, находя нужное нам приложение, либо мы можем в строке поиска набрать название конкретного приложения, которое нам нужно. Кроме того, здесь есть две вкладочки Discover. Здесь все приложения, какие есть. И Your Apps – это те приложения, которые я недавно использовала. Первое приложение, которое мы рассмотрим, это Enhancer, который делает улучшение качества картинки. Мы можем его выбрать просто вот так, нажав на Enhancer. Либо можем в строке поиска набрать его название. Здесь сразу же идет подсказка, Enhancer. Вот это приложение первое. Нажимаем на него. Если вы приложением пользуетесь первый раз, у вас возникнет вот такая картинка. Здесь есть ссылочка. Мы можем по ней перейти. И здесь немножко есть информации об этом приложении. Можно ознакомиться. И здесь вот также есть ответы на вопросы. Можно посмотреть. Здесь написано, что вы можете использовать любые типы изображений. От фотографий до изображений продуктов и даже Instagram-посты. Этот инструмент может увеличить картинку до 1000%. И ограничение здесь, что картинка не может быть больше, чем 6000 на 6000 пикселей. Также здесь говорится, что все загруженные изображения удаляются через 5 минут после обработки. То есть, мы можем не переживать за наши данные. И когда мы первый раз пользуемся приложением, мы должны нажать на кнопку Open. Тем самым мы даем согласие, что данное приложение получит доступ к нашим фотографиям. Нажмем Open. И теперь нам нужно загрузить нашу картинку, которую мы хотим увеличить. Выбираем Choose File. Выбираю с компьютера, со своей папочки. Изображение подгрузилось. Ну, как вы понимаете, этот инструмент будет полезен для дизайнеров, для тех, кто продает на маркетплейсах. Часто бывает, что картинки продуктов плохого качества. Ну, вот сейчас мы ее увеличим, посмотрим, какой будет результат. Картинка обработалась. И нам нужно нажать на кнопочку Add to Design. Вот она добавилась. Мы ее растянем. Я растяну максимально. Теперь я ее скачаю на компьютер. И мы сравним исходную картинку и то, что получилось. Ну, вот, как видите, моя исходная картинка вообще маленького размера. И при увеличении видим, что она плохого, такого размытого качества. И вот эта картинка та, которая получилась в результате. Ну, как говорится, результат налицо. И приложение довольно хорошо справляется со своей функцией. И давайте попробуем еще портрет загрузить. Для этого нам нужно нажать на кнопку Start Over. И выберем другую картинку. И для портретов здесь есть еще дополнительная функция. Как вы видите, Enhance Face. То есть, улучшит лицо. Конечно же, мы ее выберем. И нажмем Enhance Image. А этот я пока удалю. Снова нажимаем Add to Design. Здесь я его увеличу. Но уже сейчас видно, что картинка стала намного лучше. Сейчас я ее сохраню на компьютере. Мы снова сравним. Вот моя картинка, скачанная из интернета. Как видите, она очень зернистая, размытая. И вот картинка, которая получилась в результате. Ну, как говорится, результат налицо. Сами видите, какое качество. Единственное, что здесь программа определила еще одно лицо. Здесь вот на заднем фоне какое-то размытое лицо. Здесь программа его определила. И почему-то она нам его тоже улучшила. Но в конве есть еще инструмент, который заблюривает участки картин. Если такое случилось, можно воспользоваться этим инструментом и замазать этот участок. Как видите, приложение Enhancer работает очень хорошо. На момент создания данного видео приложение полностью бесплатное. Не знаю, что будет в будущем, но пока что можно пользоваться. Есть еще два похожих приложения. Одно из них называется Image Upscaler. И другое называется Pixel Enhancer. Названия будут в описании. А работают они аналогично. Мы загружаем свою картинку с плохим качеством. Нажимаем на кнопочку. И на выходе получаем картинку с хорошим качеством. Следующее полезное приложение называется Background Eraser. Как следует из его названия, оно удаляет задний фон картинки. И давайте попробуем. Выберем файл на компьютере. И нажимаем Remove Background. Вот наша картинка появилась. Но поскольку у нас белый фон, то мы не видим, что картинка вырезалась. Давайте поменяем фон на какой-нибудь цветной. Как видите, это картинка с прозрачным фоном. К сожалению, в данном приложении есть ограничения. Мы не можем скачать эту картинку с прозрачным фоном к себе на компьютер. Я пробовала, и она скачивается с тем фоном, который здесь есть в редакторе. Но внутри редактора Канова мы можем абсолютно свободно обращаться с этой картинкой. Можем менять ей задний фон. Давайте перейдем во вкладочку Design. Здесь я, например, наберу слово Пляж. Выберем какую-нибудь бесплатную картинку. К сожалению, сейчас наше это приложение пропало. Но мы можем зайти во вкладку Apploats. И здесь сохраняются все наши картинки, с которыми мы работали. Вот мы видим, что прозрачный фон у этой картинки. Можем ее растянуть. Можем здесь подвигать надписи. И вот, пожалуйста, у нас готовый постер. Вот таким образом можно работать с этим приложением. Давайте вернемся в это приложение. У нас была легкая картинка на белом фоне. Давайте попробуем загрузить какую-нибудь более сложную картинку. Посмотрим, как он справится. Здесь я пока удалю все. Выберем какой-нибудь портрет, например. Вот такой, с более сложным фоном. И попробуем удалить задний фон. Вот наша картинка. В принципе, я так и ожидала, что с портретами, с вырезанием волос справляется, как видите, не очень хорошо. Ну, в общем-то, приложение полезное в тех случаях, когда у картинки однотонный фон и четкие контуры предмета. Ну что ж, будем иметь это в виду. Следующее приложение называется Product Studio. Его работа заключается в том, чтобы вырезать картинку и поместить на другой фон. При этом фон генерируется искусственным интеллектом по текстовому промпту. Но работает оно не очень качественно. Результат вы можете видеть на картинке. Вырезает некачественно. Будем надеяться, что в будущем это приложение усовершенствует. Следующее приложение называется Easy Reflection. И оно добавляет отражение к нашему предмету. Для того, чтобы начать с ним работать, нужно сначала загрузить картинку, для которой мы хотим добавить отражение. Вот мы добавили картинку на наш дизайн. Теперь идем в приложение, выбираем Easy Reflection. И нажимаем кнопку Create Reflection. Здесь есть регулировка. Первая вкладка регулирует затемнение предмета. То есть мы можем ее полностью затемнить, либо высветлить. Давайте полностью затемним. Вторая вкладка нам регулирует прозрачность. Давайте выберем прозрачность 88. И нажмем эту дизайн. Вот наше изображение. Мы его растянем. Здесь мы можем наши картинки немножечко подрезать, чтобы картинка выглядела более естественно. Можем еще изменить фон нашего изображения. Вот такое получается отражение. Интересное приложение можно использовать в своей работе. Ну что ж, друзья, приложений довольно много. Есть как платные, так и бесплатные. В следующих видео планирую рассмотреть еще много интересных приложений. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!